Всем привет, народ, с вами Макс, это канал Чичмана, игра The Hunter Hall of the Wild. Мы продолжаем охотиться на заказники озерный край Лейтон и обустраивать свой дом трофеев. И сегодня мы поохотимся на колумбийского оленя. Сразу же мы, ребят, взялись за оленей, поэтому закончим с ними. Кстати, ссылочки на видео с охотой на оленя Рузвельта и белохвостого оленя я оставлю в описании. Также можете посмотреть. Ну, а мы начинаем, вылетаем, выпрыгиваем, как Бэтмены. В инвентаре, ребят, как всегда, М1 Иванец у меня. То есть показывать я уже вам не буду, да, вы уже, наверное, знаете, что это за пушки. М1 Иванец, это на средние классы. Также, как обычно, я взял Магнум 300 для крупнячка. Ну, мало ли, вдруг. Да, и, кстати, новое оружие с собой пока что взял на 2-й и 3-й класс чисто. Это у меня Рейнджер, по-моему. Да, Рейнджер взял, ребят, на 2-й и 3-й класс. Так. А, да, все правильно, да. 2-й и 3-й классы выше, но выше я им стрелять не буду, потому что выше у меня уже идет М1. Отличная винтовка. Ну, и также, как всегда, ребят, веранд. И не забыл взять мочицы колумбийского оленя. Я думаю, это довольно-таки неплохо, если по ветру вот так вот. Ох, смачно! Ха-ха-ха-ха! Все олени, ребят, наши. Так что выдвигаемся. Мотанул, ребят, часики на 7.33. Телепортнулся, конечно, на свое любимое озеро. Вот и это. Здесь колумбийских оленев просто валом, ребят. Реально, они здесь есть всегда. Всегда на водопое они есть. Есть также на отдыхе. У них тут, в общем, точек. Я не знаю, они немножко поисчезали. Но вот здесь, вокруг вот этого озера, их просто валом. Ну, по крайней мере, раньше было, до того, как я записывал видео. И давайте, ребят, хотелось, конечно, глянуть инфу. Все-таки интересно. Читайте эту инфу. Очень иногда даже помогает. Так, и где у нас колумбийский олень? Можно поискать и просто немного глянуть по нему. Инфе чернохвостый колумбийский олень считается под видом обычно. Ну, в общем, здесь мы узнаем информацию вообще о нем. Что это за вид, где он обитает. Но вот здесь, ребят, конечно же, есть некоторые характеристики. Так, класс у нас четвертый, да, мы сразу видим. То есть мы уже знаем, с чего его можно стрелять. Так, поведение не агрессивный. Значит, он у нас не забодает, в отличие от белохвостый, да. Они там в истерике начинают, короче, в тебя бежать. Я не знаю, как у них это получается. Несколько пугливый. Ну, пугливый это понятно. Леса с густым подлеском. То есть в каких-то, опять же, да, полянках небольших между леса будут находиться эти олени. Так, прекрасный нюх и слух. Ну, на нюх у нас есть что подобрать. А вот насчет слуха не знаю, не знаю. Так, обычно одиночки иногда собираются в небольшие группы. Ну, вот здесь, ребят, на самом деле у многих оленей, вот это в описании, если честно, дичка. Потому что, что белохвостые олени, что колумбийские олени, я в одиночку их на самом деле не видел. Вот, серьезно, не видел. Они постоянно какими-то стайками. А социальность написана обычно одиночки. Ну, может, значит, не стоит сюда смотреть, да. Погнали. Ну, и сразу, ребят, что я и говорил, возле этого водоема колумбийские олени есть всегда. И вот сразу с ходику я спустился. Здесь уже есть некоторые особи. Так, вот. Максимальный уровень у нас, ребят, пятый. То есть максимальный вес также у нас 95 килограмм. Трофей 177 очков, по-моему, до трофея нам надо. Но максимального уровня пятого даже я ни разу здесь не видел. Вот чернохвостых оленей здесь валом на этой карте. Но именно максимального уровня пятого я серьезно ни разу не видел. И вот здесь видите, что неудобно. Так, вот второй уровень. Третий. Вот у него рога видно, да, вообще, малюк-малюпок, малюпок. Но, возможно, там кто-то есть и побольше. Блин, вот, если честно, и хвалом, но трудно найти очень какого-то трофея. Не знаю. Давайте мы попробуем обойти. Вот с той стороны. Сейчас я попробую. Может, где-то там будет лучше видно. Но, вот, да, это они. Ну, посмотрите, рога у них ни о чем. Там еще видно, сквозь деревья кто-то есть. Но я, конечно же, своим шоколадным глазом нифига туда не могу пролезть. Я не знаю, я попробую оружием. Сейчас. Но навряд ли, мне кажется, я так же что-то увижу. Так, я вообще потерялся. Так, так, так. Вот, это самочка, да, как мы видим. Это у нас этих два самца. Но, по-моему, там еще кто-то есть за... Ну, я думаю, давайте мы просто стрельнем, потом посмотрим, был там кто-нибудь или нет. Ну, в принципе, вот эти уровни, они даже, ребят, на золото вообще никаким образом не потянут. Хотя золото может там, не знаю, роняя кал, может что-то и потянут. Но навряд ли даже, мне кажется. Так, расстояние. Вот здесь, кстати, я альбиноса когда-то даже убил одного. Вот на этих пригорочках. Но пока их тут нет. Сейчас мы... Давайте, наверное, стрельнем этих. Ну, а там мы уже посмотрим, был кто-то или нет. Так, 200 метров. Пристрелка, конечно, я такую не люблю. Ставлю 150. Так, готов. Ну, этого я даже не знаю. Давайте посмотрим, кто там был. О, вот был, кстати, третьего уровня. Эх, нет, я ему в шею попал. Вот так может. Так, это второго уровня и третьего. Видите, ребят, даже 95 килограмм по-моему, никого не было. По-моему, никого не было даже 95 килограмм. Ну, это вообще никак. Вот в то я так и не попал. Да, жаль. Ну, они там будут оставаться. Пошли-то поднимем то, что у нас там легло. Потом посмотрим. Ну, вы видели, да, даже не было ничего до 95 килограмм. Ни четверочки, ни вообще ничего не было. Одни троечки, небольшие. А их здесь, ребят, я отстрелил реально очень много. Ну, что ты будешь делать, а? Их я отстрелил, ребят, здесь очень много уже. Ну, то есть, на стримах также можете приходить ко мне на стримы. Я вот это озеро просто реально, я здесь только их перебил. И все равно, как бы, ребят, никаких трофеев здесь не спаунилось. И ни разу даже я их не наблюдал. Они возвращаются, конечно же. Давайте мы тоже там их, чтобы они сильно близко к нам не подходили. По-моему, готов. Он тоже. Тоже где-то там должен упасть. Ну, давайте. Самок не буду трогать, конечно же. Чтобы они нам спаунили Так, кто-то там только что мелькнул у меня. А я так и не понял. Ладно. Здесь, кстати, ребят, также очень часто медведи, рузвельты вот с тех краев приходят. Так, ну, пошлите проверять, потому что смысла долго тут засиживать нету. Надо искать что-то покрупнее, хотя бы на золото. Ну что, ребят, первая жертва у нас. И, конечно же, ну, что тут может быть? Посмотрите, какие рожки маленькие. Естественно, это серебро. 104. Да, трофей на 177 с половиной. Но пока даже на золото мы ничего с вами не вытащили. Там самочки кричат. Ну, давайте посмотрим, кого мы там еще настреляли. Все-таки еще кто-то был подранен. И где-то все равно у нас валяются трупики еще. Следов вы сами видите, да? Сколько здесь этих оленей. Так, вот еще одно тельце лежит. Ну, естественно, тут вся мелочь была. Все, была мелочь, ребят. Так, также серебро, да, соточка. Очкео. Ну, ни о чем. Да, и там еще где-то лежит. Вот еще кровушка. Сейчас мы это все дело разыщем. Да, естественно, я пойду искать что-то более... Ну, хотя бы на золото нам, да? Потому что ну, ни катит. Вообще ни о чем. Ни о чем. Так, а где, кстати, этот след заканчивается? Вот. Вот, ребят, еще одно тельце лежит. Да, как мы видим, там еще олени есть. Ну, это самочки, наверное, те, которые отсюда убегали. Ну, вот этот тоже покруче чуть-чуть. Да, попу получил. Моя школа. Нормально. Я так всегда убиваю оленей. различных. Ну, я думаю, прервемся. Пойду я поищу, ребят, что-то... Блин. Ладно. Пойду поищу что-то покруче. Телепорнулся на другую сторону почти карты. Тусил возле этого озера и подал вот мне такой тут олененок, предупреждающий крик свой. Ну, блин, конечно же, он ни о чем. Я не знаю. То белохвостых нету, то уже колумбийские кончились. Вот реально, я пока сейчас бегал на колумбийских, ну, чтобы найти более-менее нормально. Три медведя, белохвостых, две стаи. Вообще, просто валом всех колумбийского нет. нет. И я не знаю, что делать в такой ситуации. На этом моим полномочиям уже все. Сейчас я все-таки вот этого подманю. Не знаю, он один тут был или нет. Тут еще самка бегала, по кустам ломилась. Я ее гахнул, но вроде никто больше не испугался. Так, ну да, вот он бежит. Ребят, вот он бежит. Да, ну мы видим, что это за он-то. Понятно, да? Это малек, как говорится. Так, вот там еще кто-то. Там, конечно же, заяц у нас. Ну, ребят, что я могу? Сейчас пойду искать все-таки больше уровень, не знаю. Как будто, знаете, какое-то, блин, проклятие на мне. Как я начинаю снимать какое-то видео, у меня обязательно попадаются вот такие только олени. Вот только такие. Второй. третий уровень. Четвертого даже как-то редко бывает. Ну, ладно. Ну, опять-таки, заяц, что мы будем ныть там? Пойду искать. Опять нашел какую-то, ребят, толпучку. Они предупреждение давали мне прям за 3 километра. Поэтому сейчас мы посмотрим, кто здесь будет. Я вообще не в курсах. Такс. Угу. Я тут за елочкой припрятался и даже не знаю, кто здесь сейчас выйдет у нас. естественно, наверное, это будет камочка. Непонятно пока что. вот. Один бежит. Ага. Так, так, так. Опасный момент. Давайте еще бегнем. Они что-то сомневаются, по-моему. Так, они что-то засомневались. и посмотрите, они ровненько за камнем, блин, ходят, а? У них что, ВХ что ли? Ну и что? Кого я здесь жду, сижу? Удивительные. Эти удивительные животные. Давай уже вылазь. У меня вообще, кстати, фулл маскировка. И что? И что они мне хотят сказать, что они ушли? Серьезно? Замечательно просто. Просто замечательно, блин. Блин, я в шоке, вот серьезно. То они прям впритык подходят, стоят, я не знаю, там толпами. А то фулл маскировка, и они как-то унюхали. Я мочой тем более еще вот попырскал. Реально, я здесь все уже вот этой мочой здесь все уже обрызгал. Я не знаю. Что им еще надо? Все, они ушли. Погнали. По спецназу зарываемся сейчас. Ох ты! На! Один! Вот хороший, хороший, кстати. Ах, хороший, я сказал! Си сюда! Спецназ, я сказал! И ты сюда, братан, я тебе в жопу дам. Все. Вот такие разборки питерские. В общем, они... они просто зависли за камнем, я это вообще никак не ожидал, что они тут зависли. Серебро, кстати, ну, такое себе, да, было. Могли бы на золотишко, хотя нет, в принципе, серебро и серебро, золото бы не пошел. Так, вот этот, кстати, вот, ребят, золотишко, отлично, нам, в принципе, золотишко и надо, но... У меня, по-моему, даже альбинос, ребят, есть, как его, колумбийского оленя, я точно не помню. Ну, не знаю, давайте, наверное, не будем делать. Ну, давайте, сохранить, сделаем чучело, на всякий случай, да, мало ли я ошибаюсь. Так, мы золотишко подстрелили, блин, вот, жаль, я, конечно, промазал, вот в того приятеля, который побежал вперед, и, возможно, он был еще покруче этого, по-моему. Ну, не ожид... Вы видели? Они просто за камнем заханылись, я не ожидал, что тут стоять будет. Я ожидал, что они будут где-то дальше. Ну, блин, это, конечно, был жесткий вылет. Наверное, нет, ребят, наверное, это был такой же олень, да, 80. Я даже ни одного еще, вот, ребят, вам не показал, 81, видите, и ни одного до 95, я вам не показал оленя. Я не знаю, я надеюсь, я сейчас найду. Видите, 67, 81. Максималка 95. Да, ребят, неподалеку нашел я четвертого уровня сложности, но опять-таки, но опять-таки, ребят, что я вам и говорил, да, у него мало веса, то есть веса нам с тем оленям по-любому не хватит. Так, маскировочка, вот, посмотрите, он валяется, там, кстати, опа, поднялся, так, нет, нам надо его срочно убивать, потому что он, видно, нас просек, и уходит теперь. Так, и вот еще один, посмотрите, да, но мы, как видим, вес у него вообще ни о чем. Давайте вот этого хотя бы застрелим сразу, не отходя от кассы. Сейчас он к нам повернется, и мы дадим ему шот. В принципе, тут, может, 150 поставим, да. Так, положили одного, но был еще один, и, как вы заметили, да, четвертый уровень сложности, но опять-таки, нехватка веса по-любому будет, потому что, давайте еще позавернемся, подавим этих биберов. явно, что хороший уровень уже бы от нас давно ушел, но вот здесь, в этой местности их просто валом. Так, давайте еще посмотрим. Это наш лежит. Они пошли влево. Так, давайте мы сместимся немного вправо. Вот, вот здесь, кстати, кустики с маскировочкой могут быть. Так, у нас 75 поставим. Да, я встал, видели, и они сразу просекли фишечку. Фишка у них, видно, всегда рубится. Ну, я думаю, они далеко не ушли. Ну, и вы видели, да, все равно до 95, я ничего здесь не нашел. Хотя, сейчас мы можем посмотреть по следам. Да, ребят, когда вы наводите все равно на живого оленя, да, у вас показывается, если навык качан, конечно, у вас показываются очки трофеев, лучше смотреть по ним. Это я так привык, как-то, не знаю, нелепо смотреть именно, ну, по весу. Ну, потому что по следам, да, когда ты находишь чьи-то следы, ты можешь видеть только вес, к сожалению, трофеев ты не увидишь. Поэтому я стараюсь уже так смотреть по весу, потому что ведь даже четвертый уровень сложности, да, минимум, если он будет нормальный по весу, то он может потянуть на бриллианта, но, к сожалению, видите, этот навряд ли потянет нам на бриллианта, и давайте посмотрим, что здесь еще было. Самочка, койот, кстати, так, где-то я кого-то слышал, они могут вернуться, кстати, койот, кстати, 21 килограмм, да, койот у нас охота будет все равно в другой раз, у меня, по секрету скажу, бриллиант койота есть, также можете посмотреть этот стрим, так и называется, бриллиант койот, ну, давайте смотреть, это тельце, наверное, я не знаю, давайте все-таки осмотримся, мало ли где-то они рядышком, потом просто проверим следы, я думаю, вот это по-любому будет золото, ребят, это 100%, потом можно просто проверить следы, если ничего не найдем, то, я думаю, можно уже отправиться в дом и поставить то, что у нас имеется, давайте потихоньку, там беленькая, ага, пенек, пенек, сел на пенек, косарь должен, пули так мало, да, хорошо, ну, вот он, видим, да, золото, ну, и опять-таки, смотрите, трофей 177 с половиной, да, у нас только, к сожалению, 147, 30-очки не хватило, да, всего-то, ну, вот это красивее, естественно, да, лучше с него сделаем чучело, вот, и вот о чем я и говорил, видите, 79 килограмм, максималка у нас 95 для трофея, то есть, может быть там, наверное, 96, но трофейный, минимум надо 95 килограмм, чтобы был бриллиант, как всегда, ребят, искал колумбийского, нашел оленя Рузвельта, конечно, сейчас посмотрю, что там за олень, ой, я уже и класс, честно, не помню, я уже путаюсь с этими всеми классами, с чего я его стрелял, не с магнума ли, а тут, кстати, самочка стоит, можно прочекать, так, класс 8 с магнума, ну что, по спецназу вылетаю, потому что здесь стоит олень, как-то сильно высматривать я его не хочу, погнали, вот он как раз таки и стоит, олененок наш, а еще есть, еще, еще есть, ребят, еще есть, и мы, ух ты, альбинос, ребят, альбинос, я его не должен упустить, или мне показалось, да, 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 побежал, 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 парень, парень побежал, у меня один патрон, у меня один шанс, ребят, да, вот он, смотрите, вот он этот шанс, но, блин, посмотрите, сколько перезарядка, я не знаю, как я его подстрелил, просто, блин, красавец, посмотрите, какой мы его поставим у себя, да, ну, я еще могу его подстрелить, не знаю, должен был убить, ребят, сейчас проверю, сейчас проверю, настреляли мы немало, он еще голожопый побежал, ладно, пошлить проверять, ну, по-моему, я тут накосячил, блин, посмотрим, вот, ребят, первая жертва, ну, конечно же, она ни о чем, бронза вообще, что-то, второй уровень, че, надо было все-таки мне поаккуратнее, но, ребят, вот этот большой белый, я его все-таки выслежу, потому что, как мы видим, он до 500 килограмм, и, возможно, это даже трофейчик хороший, ой, ребят, вы просто не поверите, сколько я, сколько я за ним гонялся, просто не поверите, реально, я за ним гонялся, вокруг вот этого озера, вот отсюда, короче, это то, что я на спецназе просрал, я уже много раз останавливаюсь, но все-таки он влекся, ребят, и, наконец-то, я его сейчас шпакнул, 341, по-моему, нам даже не хватает все равно до трофея, да, этот трофей не будет, но зато он будет красивый, и мы поставим его у себя, ну, необыкновенная, да, раскрасочка, ну, браток, извини, долго ты меня, мучил, да, попал нормально, там смертельно, это точно, побежим сразу за ним, потому что мне уже реально надоело, может, кстати, плохо попал, а, нет, хорошо, ребят, попал, блин, но это даже все равно не трофей, но очень жаль, но он красивый, все-таки, раскрас у него, необыкновенный, я вам скажу, но я тут на спецназе еще парочку, ребят взял, так, это, наверное, много самок, да, давайте, ребят, посмотрим, но все-таки, посмотрите, раскрас необыкновенный, не зря, не зря за ним бегал, золото, понятное дело, да, и олень у нас, а какой цвет раскраса, вид меха, разношерстный, я не знаю, нормально это или нет, но, по крайней мере, красивее, чем обыкновенный, да, охота у нас, конечно, на колумбийского оленя, такая себе получилась, ну, не знаю, может, еще что-нибудь найдут, ну, что, народ, прибыли мы в наш курятничек, сейчас мы заменим, обязательно оленя, Рузвельта, которого я подстрелил, вот, у нас стоит, смотрите, обыкновенный, да, олень, Рузвельт, а сейчас мы с вами установим сразу, так, поменять, выйти из режима, убрать, заменить, и мы сейчас поставим хорошего оленя Рузвельта, который у нас разноцветный, так, сейчас я его найду, так, оленя Рузвельта, вот, какой-то из них, 27, 25, 25, 01, вот, ребят, какой-то из этих, по-моему, вот этот, давайте смотреть, вроде этот, да, смотрите, какой олень Рузвельта у нас, я такого все-таки подстрелил, долго за ним побегал, конечно, так, и, ребят, давайте, я не знаю, посмотрим, какие композиции, по-моему, с колубийскими оленями, композиции у нас нет, давайте проверим, это у нас кто, нет, это у нас лани, ребят, с ланями, кстати, можно поставить с ланами, и столкновение у нас, по моей колумбийской олене, ну, на пуму, ребят, мы еще не охотились, поэтому ставить пока, а, хотя подождите, а пума, да, когда у нас будет пума, наверное, тогда мы поставим с вами, давайте сейчас поставим, какая пума, и, кстати, а есть у нас место вообще, для таких трофеев, в ближайших вообще комнатах, наверное, нет, тогда я попозже подразберусь, где их вообще можно еще поставить, потому что, явно здесь, наверное, мы их не поставим, но давайте выставим своего, колумбийского оленя, хотя бы одного, там у нас белохвост, и рядышком мы поставим, конечно же, колумбийца, колумбийский олень, это какое число, у нас шестое, двенадцатое, вот это, кстати, возможно, даже будет, нет, это какой-то малыш, ребят, давайте смотреть других, я, по-моему, какой-то из этих, убивал альбиноса, колумбийский, да, давайте тогда посмотрим, поменяем, колумбийский олень, тридцатого, двенадцатого, предновогодний какой-то, разношерстный, да, вот, ребят, кстати, вот он, размещаем этот трофейчик, вот, смотрите, красиво, да, у нас, короче, какие-то пятнистые, но все-таки, все-таки это покруче, посмотрите, какие у него рога, но, по-моему, у меня еще какой-то был, колумбийский олень, альбинос, да, ребят, вот, о, а, а, посмотрите, какие рожки, мастенькие, ну, все равно, альбинос, да, красивый, колумбийский олень, у нас есть, в принципе, свою задачу, мы выполнили, также мы еще, конечно, подстрелили еще такого, прикольного, прикольного оленя Рузвельта, и на этом, думаю, закончим уже нашу серию, охотка сегодня выдалась, можно сказать, веселой, поэтому спасибо большое за внимание, обязательно оставляйте комментарии, все вопросы, пишите в комментарии, лайк, диз, подписочка, и до встречи в следующей серии, всем пока, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин